Это вот изнанка всех шедевров, кухня, это мастерская, где, видишь, Шнуров, все любимые ребята, персонажи. Ух ты, Каренина, она самая. Это Сократ, что ли? Да, похоже. Ну, это хорошо, что Сергей Александрович нас приютил. Видишь, облака, которые, по идее, должны проплывать в голове. У меня в основном облака в голове. Скажи, гордей мой, скажи, скажи. Все равно, как вот это. Не все равно. Хорошо. Вот вы так безмятежно относитесь к своей внешности. Безмятежно это как? Не все равно, какого. Да я, а что безмятежно? А что? Что? Не, не, стареть не хочется. Это не безмятежно. Не хочется стареть. Все равно нужно делать усилия какие-то. Вот это плохо, что нужно делать усилия. К скольки годам приходит страх? Когда ты испытываешь к себе только уважение. Больше ничего. Когда все заканчивается, ты понимаешь, что тебя просто уважают. Сейчас такое предложение по красоте, что можно... Просто я не знаю, как мужчины вообще с этим справляются. Если бы я была мужчина, я бы что-то в сумасшедшем доме лежала. Потому что я не понимаю, как можно справиться с этим обилием красоты. Туловище этих ходящих. Без коней. Потому что туловище ходит какие-то немыслимые. Потрясающе. Какой ваш любимый цвет? Давайте, мы же профессионально в этом говорим. Давайте без любимого. Давайте, который правильный цвет. Какой правильный цвет? Правильный цвет серый. Серый? Его, правда, но бывает. Разный серый, но бывает очень красивый цвет. Сюда сверху? Да. Ты сейчас, я дала бы вам анкету, и там была бы профессия. Что бы вы написали? Доктор. Медицина. И там не было бы никаких актрис? Нет. Я заполняю анкету, когда вылетаю в другие страны. Там же есть вопрос профессии. Я пишу доктор. Но не потому, что понравится по этому таможеннику или пограничнику. Потому что понятно, доктор. Хотя в Блосс-Анджелесе актрису было бы круче. Когда я снимала с Васей в 10 негридиат, я работала в поликлинике. Я себе сделала прием на полставки, чтобы у меня была возможность. Я летала. Я налетала, наверное, количество этих летных часов. Я могла бы сдать на какую-то категорию летчика. Потому что я летала, летала. И причем никто, ни группа, ни Соловьев, они не могли понять. Они говорят, брось ты уже тут ерундой заниматься. Не болей ты этим. Сядь, закрой, напиши заявление об уходе и займись работой. А для меня вот это как-то было очень сложно. Эту связь, этот поводок свой перерезать и отпустить. Я очень долго держалась за это. Потому что я как-то там себя чувствую как-то на месте. Все-таки вот в актерстве, может быть, потому что важно иметь образование. С образованием приходит какая-то уверенность, что ли, в профессии. Не знаю, ну, как-то я доктор, и вот так больше всего себя ощущаю. Я не могу себе представить человека, который приходит в кабинет к эндокринологу и видит там Татьяну Друбичу. Что с ним было? Ну, во-первых, ко мне приходили больные люди. Им, в общем-то, не до этого было. Иногда кто-то так прищуривался и так, так сказать, говорил, доктор, а где я вас мог видеть? Я говорю, ну, может быть, там где-нибудь в соседнем кабинете, потому что, конечно, человек, который стоит, ну, почти со спущенными штанами начать разговаривать, что я, знаете, вы видели фильм, там, здесь негритят. Я вообще всегда это скрывала. Но я могу сказать, что и среди врачей никогда это не вызывало никакого ни умиления, ни радости, а, наверное, даже раздражения. Я их тоже понимала. Раздражение чем? Что актерская профессия такая несерьезная? Нет, не потому что... Ну, какой-то, знаешь, когда человек сидит на двух столях, он всегда вызывает раздражение, когда у него такая двойственная ситуация, когда у него деньги в двух банках лежат, и когда как-то для людей нормальных, профессиональных, это было несерьезно. Я их понимала и уважала, их отношение к этому. Поэтому я всячески старалась футгасить. Правда, что Сергей Александрович Соловьев очень рассердился, когда вы не пошли получать актерское образование? Нет, совсем. Он, во-первых, вообще никогда не сердится. Это во-первых. А во-вторых, он не посоветовал поступать в медицинский. А он посоветовал? Ну да. Я же из такой семьи, в общем, далеко не кинематографическая. У меня, в общем, семья советская, экономисты, инженеры. И когда первый раз я снялась у Инны Туманян, мне было 12 лет, 15-я весна с Абонионисом. Я в 13 лет поняла, что я не могу этого испытания испытывать в виде себя на экране. Это очень больно мне далось. В общем, мне тяжело давалось это. Я не знаю, к чему связано. Может быть, если какие-то психотерапевты могут как-то с этим докопаться, почему. Но потом я раз снялась, потом опять вдруг так получилось, что пришли в школу. Раз снялась, люди всю жизнь мечтают хотя бы раз сняться. Как вы туда попали? В школу. Тогда ходили ассистенты, работали ассистенты, по актерам искали. Это сейчас к ним ведут родители, толпы. Возьмите, посмотрите этих несчастных детей. Родители идут на какие-то совершеннейшие, просто уголовные, мне кажется, преступления. Для того, чтобы, например, роль долга, а мальчик растет. Они его перестают кормить мясом, чтобы он, так сказать, замедлил рост. Потому что ему надо сняться в кино. Вы придумываете сейчас это реальная история? Это реальная история. Не буду говорить про мальчика которого, где я с ним сталкивалась, но это так. Тогда ходили ассистенты по хорошим школам московским. Второй раз пришли. Я бы уже, честно говоря, даже не пошла бы, кстати, на сто дней. Но про уроки было возможно пропустить. Поэтому, естественно, я пошла. А, это жара. А теперь год. Я же тысячу лет знаю. Ну, а дальше, в общем, уже началась судьба. А сколько лет в этой мастерской? Ой, я не знаю. Наверное, лет уж 20 точно есть. То есть ассу не здесь еще снимают? Нет. Это кто? А это певец мой любимейший. Ник Кейв. А это Юрий Алексеевич Гагарин. Первый человек в космосе. А это The Communication Tube. Что? Коммуникативная труба. Садись. Допустим, тебе хочется поделиться со мной каким-нибудь своим душевным переживанием. Приводим трубу в позицию number one. Ты туда говори, а я сюда ухом. Давай, говори. А где снималась асса? В Ялте. Полностью вся, включая квартиру? Да. Все снималась в Ялте. Мне вообще было очень удобно. Я в Ялте снималась асса, и ласточки на гнездо. Здесь не грезят. Это ж я все, так сказать, скомбинировала. Это ж мой был кастинг. Как и Санислава Сергеевича на роль Крымова. А параллельно здесь не грезят в ласточки на гнезде. Ну так, чтобы, так сказать, компактненько получилось. Вот это экономия бюджета. Ну, не совсем, конечно. Там в основном был павильон. Но вот все, что у ласточки на гнезда. Приплытие, отплытие. Убийство Кридоносского. Это же место временное, только на каникулах. А постоянно работаю в женской школе. Вообще, если говорить правду, мне ужасно интересно посмотреть на этот негритянский остров. О нем столько писали в газетах. Сначала говорили, его какая-то американская кинозвезда купила. Потом этот миллионер Оу. У вас когда-нибудь была звездная болезнь? Я вообще очень сомнительно отношусь к этим вообще категориям. Звезды, не звезды, что это такое, кто это такие. Это все какая-то белиберда, если по-настоящему говорить. Потому что это... Ну, человек не может быть звездой. Да, может быть успешным. Да, может быть там человек, особенно в кино, кинематографа, это такая мечта человека. Такой наркотик, который, единожды испытав, когда человек приобщается к этому, ему уже очень трудно от этого отказаться. Но вот эти все звезды, это такое... Не знаю, мне кажется, это какое-то очень провинциальное все. А кто вот самые важные люди в кинопрофессии для вас? Соловьев. Как вы с ним познакомились? Пришла, пришла на смотрины. На роль Ерголины. Фильм «Сто дней после детства». Снимать он меня не хотел. Он искал молодую Купченко. Я не была молодой Купченко. Я входила в пламенный пубертат. Мам 14 лет. 13. Все, я пришла на пробу, сидела. Он как-то так мазанул по мне. По-моему, ничего интересного. На мне были тогда ритузы, помните? А вы не помните. Тогда ходили в ритузах. Ритузы сверху одевали. И они все время, зараза, вытягивались на коленках. А я все время это очень стеснялась. Я, когда он сказал, вы свободны, я встала и пошла на полусогнувку, чтобы они были натянуты на мне. И он очень удивился. Когда увидел, что я вот так хожу, он сказал, остановись, пожалуйста. Не можешь вернуться? Я опять вот с тем же вот этим натянутым, с натянутой ритузой тоже пришла, вернулась к нему. И он стал со мной разговаривать и выяснил, что я уже снималась в кино. Он говорит, а, ты уже снималась, а где ты снималась? Я говорю, вот я снималась в Туманян. А, он говорит, ну, понятно, иди. Но вот это вот, я помню очень хорошо, вот этот день, когда туда пришли, кстати, многие известные люди, которые сейчас олигархи, и они были со мной в этот день в этой комнате. Это кто? Сидели на пробах. Ну, кто? Саша Мамут. А, да? Он пробовался на фильм в тот дне после детства. Правда ли история, что вы оказались с Соловьевым в какой-то беседке, когда пошел дождь? И даже на съемках, когда он долго мытарил всех, и меня, я жила рядом со съемочной группой в Калуге, и никак не запускали меня на съемочную площадку. А он в этот момент все продолжал искать Купченко. Я утверждена на роль, но он не хочет меня снимать. Я его понимаю. У него лучшие фильмы без меня. Про этот эпизод, видимо, он хотел меня совсем погубить, и я назначил первый же съемочный день после того, что я два месяца отсидела, а все каждое утро уезжают на съемки, а я провожаю их из гостиницы взглядом и не понимаю, что происходит. И он назначил съемку, вот последнее объяснение, где мне надо заплакать, и мне надо это, и мне надо то, и мне надо страдать. Господи, как же ты измучил-то меня, Митя, а? Я? Почему? Вот измучил, ну. Ну, посуди ты сам, ну что я могу поделать? Я давно, я очень давно уже все вижу. Ну, разве виновата, что Глеб есть? Что мне нравится? Ну, посуди ты сам, ну что я могу сделать? Ну, вот это было, действительно, был такой день в нашей жизни, уже, наверное, и его, и моей, когда мы начали снимать эту купальню, и пошел ливень. И мы были вынуждены скрыться в этой купальне, ну, там все сидели, все. Мы с ним первый раз поговорили, а я, надо сказать, очень была начитанной девочкой. Вот там вот эта книжка, Лето Родомор, французская, я ее действительно читала в этот момент, эта книжка не придумана, а это была действительно книжка, которую я читала. Вот. И он как-то со мной первый раз так спокойно, тихо, под этим дождем поговорил. Наверное, после этого он начал меня снимать. Он, видно, у него что-то понял, что моя форма и содержание пока еще не вошли в, так сказать, в гармонию. Но содержание... Есть. Наверное, да. А когда вы влюбились? В кого? В него. В него. Это было прекрасное уточнение. Ой. С любовью эта история такая интересная. Очень интересная история, когда ты знаешь человека всю жизнь. А я его знаю всю жизнь. Он человек из ряда вон. Я не буду, так сказать, использовать слово выдающийся, но он человек действительно из ряда вон. И часто выдающиеся люди, они не обязаны быть идеальными людьми. И когда ты это понимаешь, понимаешь, насколько бывает вопрос о том, что такое таинство, это человек. Когда бывает так, что ты каждый раз понимаешь что-то про этого человека, то, чего ты не понимал, и еще вот разница в возрасте, и когда уже мне 40, и я начинаю вспоминать, что тогда вот 40, и думаю, а, это вот он это имел в виду. Это очень интересный процесс. Я все вот думала, вы влюбились с первого взгляда, или это было как-то дальше, дальше, потом уже, не знаю, ближе к 20 годам. Потому что в 14 лет влюбиться взрослому мужчину очень легко. В человеке увидели, он невероятно... В него нельзя влюбиться с первого взгляда. Вы, Сергея Александрович, видели, как можно в человеке Александровичу влюбиться с первого взгляда? Но человек, он выдающегося ума. Самый умный человек, которого я за свою жизнь встретила, кроме моей мамы. Мама второй такой же умный человек. И вот, когда мужчина умный, он все, он тебе и высокий, и сексуальный, и на этом, на всем можно построить большие замки, дворцы. Только на одном, на этом. Вы иногда думаете, что сейчас бы вас всех посадили бы уже? Да, сейчас я смеюсь на эту тему. Я говорю, сейчас я бы как Харви Ванштейн пристроила. Ну, я думаю, сейчас моя сдевка. Когда пишут учебники о том, как стать звездой в Голливуде, пишут о том, что нужно сперва сняться в 13-14 лет. Потом нужно выйти замуж за суперпопулярного режиссера. Или продюсера о Голливуде. Или продюсера, да. И вот, собственно, карьера. Вы все сделали по канонам голливудского учебника. Ну, знаете, я не знаю. Я же без другого-то варианта у меня не было. Может быть, я бы, если бы, так сказать, я же не могу ничего так сказать. Да, получается. Но вы не остались в профессии. Что такого бы в врачебном деле, что вас тянуло, прельщало? Вот ради чего все? Ну, сначала ничего. Сначала совет Соловьева. И то, что брат учился в медицинском, старший брат. А потом... Потом... Я поняла, что это меняет. Мне это давало какую-то вот силу, какое-то... другое восприятие жизни. Извините за банальный... Извините, что я банально так говорю. Но это было другое восприятие жизни. Когда ты понимаешь, что ты приходишь в морг первый раз. Ты готов упасть в оморок. Ты не можешь выдержать этот запах формалина. Ты понимаешь, что лежит перед тобой труп татуированный. Потому что ты понимаешь, что это абсолютно какой-то никому не нужный там или уголовник, который, так сказать, просто отдают. Вот через этот запах, через этого человека, с которым ты... через этот труп, с которым ты проводишь довольно долгое время, потому что курс анатомии длится долго, и, как правило, трупы... Их не было так, чтобы их направо-налево раздавали. Его прикрепляют за какой-то группой. И ты с этим трупом дальше и живешь. И как ты все преодолеваешь, как ты понимаешь, что тебе надо обязательно сдать этот предмет. А предмет очень сложно сдавать. У нас заходило сразу там весь поток, и практически через пять минут все выходили с двойками. Потому что с первого раза это было всегда очень сложно. Очень сложное образование, очень сложная учеба. И тебя это, в общем, закаляет как спорт, как практически ты олимпийский, можно сказать, резерв. Ну вот это вот такая... что-то, я не знаю, трудозатратное, что ли. Потом чем больше изучаешь, тем больше понимаешь, что человек — это очень потрясающее создание. В смысле вот создание, как создание, как механизм. И он совершенно не изучен вообще. он очень хрупкий, очень чувствительный и очень живучий. И вот это сочетание того, что ты чувствительный и очень живучий, это невероятно. Это действительно загадка и тайна большая. И, наверное, я понимаю людей, которые пытаются эту загадку разгадать и кладут на эту жизнь. То есть для вас скорее медицина — это способ познания, чем реальная работа с конкретными пациентами? Ну да, в моем случае это да. Но медицина, во-первых, разная. Есть прикладная, есть теоретическая медицина, есть то, как сейчас развиваются и генные инженерии, что самое нам очень интересно, как это будет. Прикладная медицина — самое убогое, что в медицине есть. Во-первых, потому что она всегда отстается очень от науки. И если бы люди умели бы больше рисковать и экспериментировать, если бы это было как-то внесено и записано, как будто взять, например, построить отдельно взятую страну, где бы вот там разрешали бы, что наука могла бы быстро внедряться через людей. Конечно, я думаю, там был бы результат интереснее. Если себе представить, что через 20 лет унитаз твой будет ставить диагноз, потому что ты воспользовался унитазом, а там вот чек такой выползает, и там по анализу мочи все твои параметры выскакивают, сколько тебе там осталось, сколько тебе нужно еще сделать, какие анализы эти. Это, конечно, пугает. То есть вот стремление технологий практически убрать человека из медицины. Мне это страшно симпатично. А вас-то пугает? Ну, меня это не пугает. Меня это, конечно, удивляет, насколько это возможно, но в каком-то смысле, наверное, это даже правильно. Убрать вот человеческий фактор вот в моменте диагноза. Может быть, это и правильно. А с одной стороны. А с другой стороны? А кто? Куда девать пропедевтику внутренних болезней, когда тебе постучать, помять, поговорить? Определение, которое все время есть про традиционную и нетрадиционную медицину. И вот традиционную медицину называют как раз нетрадиционную медицину, а нетрадиционную медицину. Она и есть традиционная медицина. То есть вы считаете, что лечить надо не таблетками, а травами? Нет, это не таблетки, не травы. Я не говорю про то, как лечить. Я говорю, как понимать болезнь, как оценивать человека больного. Ну, вот эта вот специализация гастроэнтеролог, эндокринолог, окулист, парактолог и так далее, кому... Понимаете, это всё... Ушёл врач-фсеолог. Вот этого фсеолога нет. Он, понимаете, ну, блондины и брюнеты болеют по-разному. И люди с разным темпераментом болеют по-разному. Но протокол лечения у всех один. Я вот про это говорю. Я не знаю, как это преодолеть. Я не, так сказать, не учёный большой, который... Ну, я знаю, что земские врачи. И вот там была действительно медицина. Она была человека-ориентирована, пациента-ориентирована. Не знаю, как с этим мир справиться, как жизнь с этим справится. В этом смысле пандемия подарила нам большой шанс. Большой шанс. В каком смысле? Ну, шанс осмыслить вообще, что у нас на самом деле происходит и с медициной, и с наукой. Конечно, наука... Ну, в нашей географии, в нашей территории, она, конечно, на задворках. И это несправедливо, неправильно. Пандемия в этом смысле дала большой шанс как-то посмотреть вообще на человечество в целом. Вот у нас была Марьяна Лысенко только что. И Марьяна Анатольевна сказала, что пандемия показала, на каком высоком уровне медицина в нашей стране. Не медицина в высоком уровне, а способность мобилизоваться, организованность. И действительно, опыт исторический наш с нашим пережитым всего. Война, разрушений, смены информации. В этом смысле, конечно, мы жизнеспособны, в принципе, жизнеспособны, как по отношению... Мы жизнеспособные паразиты. Из всех паразитов мы, наверное, самые жизнеспособные. Извините, что я так говорю, слово неправильное. Но да, в общем, выиграли. По сравнению с тем, что происходит в таких демократичных и либеральных странах, конечно, мы выглядим лучше. Мы выглядим лучше. Вот здесь ключевое слово «выглядим». Я не знаю, как на самом деле. Я попала случайно здесь на одно мероприятие, да, светское мероприятие, судя по, так сказать, людям, которые на него пришли. А пригласил меня редактор журнала, который сказал, будет очень интересно, это будет разговор о будущем и тема, кого возьмут в будущее. Спикер, который был явно, так сказать, по-другому настроен и хотел про них, о них говорить с аудиторией про другую, он стал объяснять, что, вы понимаете, пандемия нас всех уравняла общими страхами, общим ожиданием, что человек, сидящий там, во дворце, сидящий в однокомнатной квартире или в съемной комнате, это все очень уравняло их. И вот дальше дали слово этим, значит, руководителям компании. И вот они, давай, как они в турагентстве выжили, как они еще что-то придумали, как они подушку безопасности имели, а вот какие дураки, которые подушку безопасности не имели. Я вот слушала и думала, понимаешь, это вот как людям, вот они не понимают разницу между великим постом и там диетой, и пользой диеты. Мне нравится вот такая же понимание. Вы думаете, что пандемия – это какое-то очень важное переживание в жизни целого поколения? Я думаю, это очень важное переживание, которое переведет совершенно в другой формат жизни. Просто люди увидели еще какое-то дополнительное… Ну, если не измерение трехмерное, там еще четвертое измерение, но они себя могут по-другому оценить с точки зрения жизни и способности к этой жизни. Многие люди как бы с собой познакомились за это время. Это было знакомство с собой. Потому что наедине с сам собой, наедине внутри семьи. Это же очень был такой момент острый. И многое выскочило, многое выстрелило. То, что, может быть, было закрыто. А с вами что случилось? Это сама с собой. Это было очень любопытно. Во-первых, мне это, как говорят в народе, зашло. Мне очень понравилось. Я бы сидела бы и сидела бы на этой пандемии. Так все мне понравилось. Со всеми можно поговорить по зуму. Люди стали ближе друг к другу. Потому что ты где-то найдешь время, куда-то ехать. Я тут конференцию задал, зашел с человеком и поговорил. А выпить? Выпивали. Какая разница? Сидишь, выпиваешь. Это же приятно. Можешь дозировать. Это точно переберешь, если без зума. А зумом как-то и хорошо было. Не знаю. Мне понравилось. Я вам честно скажу. Мне очень понравилось. Я особенно не страдала. Жалко только врачей. Жалко людей, которые болели, умирали. Каждый раз ты сидел, как на футболе смотрел, сколько забили, сколько не забили, сколько заболели. Но я думаю, что это такое испытание, которое в общем человек выведет, людей выведет на другой уровень. Я надеюсь на лучший, на высокий уровень. Я думаю, что это начало какого-то нового мира. Вы же занимаетесь фармацевтическим бизнесом? Нет. Нет, у меня нет фармацевтических бизнеса. А какой у вас бизнес? Я занимаюсь стерилизацией и обработкой хирургических инструментов, эндоскопией. То есть то, что заходит в операционную, как это должно быть обработано. Ну, кроме того, там есть еще много смежных точек приложения. Там и пищевая промышленность, и там хорика, и так далее. Но в основном это медицинское направление. Вы сами это придумали? Нет. Я работала в поликлинике как раз. А тогда, это 90-е годы, было такое движение «Дети перестройки» называлось. И европейские фирмы, теперь я уже понимаю, что это абсолютно было не бескорыстно. У них был абсолютный интерес и фокус на российский рынок. Но все это называлось очень красиво. Дети перестройки, они начали возить гуманитарную помощь. И вот одна из компаний, с которыми я работаю с 92-го года, они привезли гуманитарную помощь в Морозовскую больницу. У меня там работала моя коллега, мы с ней в одну смену принимали, она невролог детский. И она мне говорит, Таня, пойдем поможем, там приехали немцы, как-то их надо приютить. Ну, интурист, понятно, Загорск, понятно, цирк, Рашин-Колобашин. Мы, вот я с ними познакомилась. Когда я им помогала, как-то вот вошла с ними в контакт и все, они потом мне говорят, слушай, а ты не хочешь с нами начать заниматься бизнесом? А я вот как это? Я говорю, что? Это что? Потому что слово деньги, вот опять-то про эту информацию, я как-то не обсуждались, меня в детстве воспитывали, что вот о двух вещах нельзя никогда говорить, о том, как ты себя чувствуешь на самом деле, и как, сколько денег у тебя в кармане. Вот две темы не обсуждают. Сейчас все изменилось? Сейчас все изменилось. Сейчас все только говорят, как они чувствуют, болеют, открыто, все, значит. И сколько они зарабатывают? И сколько они зарабатывают. В тот момент я не понимала, на самом деле, так сказать, степени безумия этого предприятия. Я сказала, что надо сделать. Они мне объяснили, я помогла, и после того, как я помогла, я стеснялась, так сказать, с ними обсуждать вопросы денег. Видимо, мне это помогло, потому что, вернее, это сработало на меня, потому что они решили, что раз я не прошу денег, значит, я могу быть партнером, и они у меня, так сказать, есть. Вот с тех пор я работаю с этой немецкой, это очень крупный немецкий химический такой концерт, который вот с 93-го года сюда начал поставлять эти препараты для обработки. Правильно ли, что вы, я понимаю, что вы зарабатываете не актерским трудом, а именно бизнесом? Да. Я бы актерским трудом много не заработала. Почему? Я мало снимаюсь. Так, наверное, вам бы больше пришлось сниматься, если бы у вас не было бизнеса? Может быть. Ну, я, к сожалению, понимаешь, я начала бизнес от азарта, от... Тогда было очень любопытно, это 90-е годы, вот это все, вот это новорусский лобизм, он очень был такой интересный, это же все было абсолютное кино, это был совершенно... сюжет, острый сюжет. И хотелось, и я помню, я помню, как во мне это вот желание стало возникать, потому что как-то стали людей, вот таких, как я, выдвигать со своих территорий, и занимали другие люди, которые мне не нравились, наглые, желабые, с опасностью для меня. И это были люди для меня отвратительные. Я не хотела, я не хотела вот им всего-то уступать и отдавать, и отодвигаться. Тут вот я как-то у меня закончилась вот эта... Масса. Я говорю тебе, он фук, фук! И ты не увидишь его больше, никогда, даже в гробу, потому что он валяется на дне моря, и никто его не будет там искать. Я помню это ощущение, очень хорошо, это дом кино, когда... Дом кино, это был такой какой-то, дом кино, свой мир и все. Потом стали туда заходить люди, их пропускали без очереди, они занимали какие-то столики, которые... И я поняла, что все, началась вот эта вот, так сказать, история другая. Новые времена, новейшая история. Я не могла в тот момент оценивать с точки зрения пользы на государственном уровне. Но я понимала, что в моем личной, в моей личной истории, в моем личном, что все, надо взбивать эту сметану в этом кувшинчике. Бизнес – это вообще женское дело? Я вообще, честно говоря, не очень разделяю вот эту женщину, мужчину, феминизм, честно тебе скажу. Мужчина и женщина разные, но это разные люди. И все очень зависит от того, какой ты человек. Может быть, очень слабый мужчина, может быть, очень сильная женщина, и ей хорошо заниматься бизнесом, а слабому мужчину не хорошо заниматься бизнесом, а хорошо заниматься домашним хозяйством. Очень важно же понять, как говорят нейропсихологи, нужно понять свой сюжет. Кто ты? И от того, что у мужчины мозг работает сначала правое, потом левое полушарие, а у женщины они могут синхронизировать и работать между собой, это не делает преимущества, не дает преимущества ни мужчине, ни женщине. Это так. Гендерное расстеление – это какая-то вот, понимаешь, на самом деле это есть. Это есть, и пусть это есть. И это не может быть проблемой. Вот мы разговариваем, я разговариваю со своей 15-летней дочерью и с внучкой 10-летней, и мы об этом говорим. Они вообще не понимают, в чем проблема. Они говорят, и чего, и что. Искренне не понимают. Я говорю, ты понимаешь, это норма, не норма. Она говорит, конечно, норма. Конечно, это норма. Норма что? У моей дочери, у нее подруга, она вот не знает, у какого она пола. Они серьезно это... Я, конечно, делаю... Это у старшей или у младшей? У Маруси. Да, у Маруси. То есть она вот думает, что вот как она, кто она. И их не смущает, что он, она и, так сказать, пол неопределен. Вот их это не смущает. Меня-то это пугает, с одной стороны. С другой стороны, у меня есть уникальный опыт моей жизни. Я работала в Институте эндокринологии, была потрясающая женщина. Ирина Вячеславовна Голубева, она потом трагически погибла. Она была одна из немногих, которая занималась сменой пола. Тогда, по тем временам, это 80-е годы. Это невероятно. Это была только медицина. Дальше там юридические, правовые вопросы возникали. Она была больше, чем врачи. Потому что она занималась тем, чтобы им поменять географию жизни и сменить паспорт. Потому что самое главное, это было поменять паспорт. Обалдеть. Да. И всё это происходило в Институте эндокринологии, который сейчас там, это улица Дмитрия Ульянова. Я помню, как к этим людям приходили их партнёры. И я помню, и очень хорошо, я помню, я зашла в ординаторскую, говорю своим коллегам, говорю, вот интересно, как у них. Вот у нас, да, у натуралов. Любишь, не любишь. Сердцу не прикажешь. Вот это всё, так сказать, разборы туда-сюда. Женились, развелись. Как у этих такая невероятная связь. Они вот единственные в мире против нас всех. И они, я просто с завистью смотрела на эту остроту, чувств, преданность, это вот сопереживание, как они, как они между собой вот существовали и жили. Поэтому я к этому отношусь прежде всего как врач. Мне очень трудно это изменить и перевести это в какое-то другое. Я не, я за равенство как бы всех. Вообще легче корень женщина. Хотя я вот когда выбирала собаку, я хотела девочку. И, значит, случайно, значит, наткнулась на заботчицу, и она мне говорит, а вы девочку почему хотите? Вы для разведения? Я говорю, нет, я просто хочу девочку. Павла такая, а зачем вам эти суки нужны? Я говорю, у меня, конечно, девочка лучше. Я говорю, да вы с ума сошли. Вы же никогда не узнаете, что у этой суки на уме. Мальчик, ясный, простой, берите с кобелей. Это же совсем другое. И кого вы взяли? Кобеля. И как? Шикарно. Женщина может заниматься всем. Как сейчас показывает технология, она может заниматься даже хорошим, быть оператором. Вот, например, раньше представить себе... У нас, например, да, больше женщин, чем мужчин. Да, вот раньше, например, себе представить вот съемочную площадку, где прекрасные операторы, и они женщины, и режиссер, который женщина, и вся группа практически женщина, трудно себе представить. Среди поколений Рерберга, Юсова, я не помню, меня простят, если я не могу вспомнить женщину-оператора. А сейчас это абсолютно нормально, потому что все возможно, легко. Вы же были знакомы с Рербергом. Да, хорошо была знакома. Кстати, очень интересовался медициной и физиологией. Он исключительно в этом смысле заинтересованный человек. Расскажите про Рерберга. Вы знаете, что меня сына зовут в честь Рерберга? Георгий. Это потрясающе красивый, не здешний человек. А в то время очень ценилось, когда человек был не советский, и он был такой вот совершеннейший, другой во всем, внешне, в такой смелости, в свободе, которой не было. Там, как он одевался, как на нем сидели пиджаки. Выпивал, конечно, зверски. Вот это единственное, что делало его здешним человеком. Но тоже, может быть, и не так. Как вы с ним познакомились? Иду по коридору масс-фильма, иду я на пробы. Я уже снималась в 100 днях, и, по-моему, спасатель был. Идет мне навстречу вот такой человек. Он так прищурился и говорит, иди сюда. Я подхожу к нему. Он говорит, ты же вот это-это? Я говорю, ну да. Он говорит, сколько тебе дать денег, чтобы ты больше никогда сюда не приходила? Вот это было мое знакомство с Георгием Ивановичем. Он невероятный был человек. Все одаренные в кино мужчины говорили вам о том, что сниматься не надо. Не надо. Мне не надо. Ну, может быть, действительно мне не надо было сниматься. Но они меня снимали. Я снималась у Рерберга в картине. А как он снимал? Ну, он как-то чувствовал. Он художник. По-настоящему настоящий художник. И он чувствовал это. С ним работалось и легко, и не очень. Потому что если ему не нравился материал, он шел в разнос. Он не подчинялся никогда процессу съемок. Он мог спокойно, так сказать, сделать жизнь невыносимой. Но при этом ему принадлежало, например, вот в фильме «Испытатель», в котором я была, он стены сделал не нержавейки, он покрасил стены серебряной краской. Вот это был эффект. Потому что он умел работать с пространством, он умел работать с светом. Он не только был оператором, он еще был действительно художником. Он же когда-то должен был снимать Кайдановскому картину. Пришел к нему в комнату и сказал, слушай, я хочу это покрасить. Я не помню, в какой он ему покрасил цвет. Он ему выкрасил все в этот цвет, но потом ничего не снял. И потом они ничего не сняли. И Кайдановский так остался жить с этим цветом, который ему выкрасил. У него была такая жизнь уже в финале. Он жил на Брюсов переулок, где дом композиторов на Тверской. У него работы не было. Он снимал последнее, что он снимал. Он снимал рекламу «Банка Империал». А мы в это время, я снималась с Полуниным у Рязанова «Привет, Дурали». И снимали мы у памятника Долгорукова на Тверской. И Георгий Иванович ко мне приходил каждый день, пока мы там были. Он говорит, пойдем с тобой кофе попьем. И он рассказывал мне про растения, которые он стал выращивать. Он стал заниматься вот этим ботаникой, растениями. Это было так странно, это был такого рода у него уход от всего, от жизни. Это очень странно. И потом, когда его не стало, по-моему, Вальдитова сделала вечер. Это был вечер в кинотеатре, тогда был Москва, которого сейчас уже нет. Я пошла на этот вечер, нас сидело в зале, наверное, 10 человек. Это был творческий вечер Ряберка. Ну, это не страшно. Это были хорошие, наверное, 10 человек. Причислю себя к этим 10. У вас есть ощущение, что вы, в общем, увидели всех самых главных людей советского кино? У меня есть ощущение, что я для своей жизни увидела нужных мне людей. И которых уже нет, и которые еще, слава богу, есть. А когда Асу снимали, было ощущение, что вот это вот прям кино, которое дышит в одном темпе со временем? Я вообще про Асу ничего не понимала. Когда это снималось, я не понимала никак. И уж тем более я не ожидала того эффекта, который она вызвала. Мне всегда казалось, что эффект от Аса – это немного свисток больше паровоза. Для меня важнее там черная роза, потому что без Аса – это те дрожжи, на которых бы для меня черная роза зашла. А Сергей Александрович, так сказать, с его чуткостью и, так сказать, с очень обостренным восприятием всего, он какие-то коды жизни почувствовал. Вот этот Брежнев, который портрет висит на набережной в Ялте. Какие-то вот эти маленькие люди, которые возникли в «Зелёном театре». Это его какой-то был месседж вот этого времени. Как-то он его почувствовал, и я не понимала. Я не понимала ни его увлечения тогда, почему он сошёл с ума вдруг. Очень было ревности много у всех, потому что вся команда, мы снимали из картины к картине, и в общем нам казалось, что мы единомышленники. А тут он очень вырвался вперёд в каком-то своём понимании с Африкой, с БГ, с СОЭМ. Я немножко так и медработник была в тот момент сильно в своём представлении о том, как устроена жизнь. И он как-то это прочувствовал и угадал. И, конечно, это вдруг попало на вот эту почву, которая вот так вдруг зашла. Потому что я была, в общем, в оппозиции. Я не могу сказать, что я в этот момент прям вот, ах, я всё понимала. Нет, не понимала. Ну, вы верили, что 90-е вот будут сейчас, что вот сейчас приходит время перемен? Ну, тогда, конечно, нам казалось, что всё, железный занавес гудбай, всё, открылось, возможности, это сейчас польётся, так сказать, синякура рекой, и всё это. На смену Крымову придут Африки. Да, на смену Крымову придут Африки. В общем, это недолго казалось, как говорит гениально Жванецкий. Сначала были правы те, которые уехали. Потом очень недолго были правы те, которые остались. Теперь опять правы те, которые уехали. А я сейчас пересматривала Ассу и подумала, как интересно, Африка, да, про которого все думали, что вот оно, новое лицо нашей страны, а он теперь доверенное лицо Путина. Не он один из тех, кто был на Асе и Асса, так сказать, из Асы вышел. Это вам так казалось про Африку. Я Серёжу знаю, и он живой человек. И как живой человек, он может быть и доверенным лицом Путина в том числе. Меня это не удивляет. Сцена с концертом Стоя появилась уже в конце. То есть вы ничего про это не знали, что будет этот концерт? Нет, этого не было написано в сценарии. Это было потрясающе. Как это появилось? Социальных сетей не было. Рекламы не было. Как собрать вот такую аудиторию, для меня было абсолютно высочайшим трюком. Потому что оказалось, что настолько вот эта аудитория, которая там наполнила этот зелёный театр и зал, они позвонили, они созвонились, они передали, они как-то вот так. То есть это не собирала группа съёмочная. Это между собой передало, что будет сой. И вот это всё, вот этот океан людей, которые зажигают, это всё абсолютно... То есть это не срежиссированное? Я думаю, что нет. Мне кажется, это вот действительно живой концерт Сои. Почему Сою не понравилась Аса? Она мне тоже не понравилась. Почему? Ну, я не могу сказать, что это одна из любимых... Что это любимая картина. Ну, она... Ну, как... Почему Сою не понравилась? Наверное, для него это фальшак. Для него это фальшак. А для Славьёва это другая картина была. Он сместил, так сказать, все акценты в этой истории на свою историю. Может быть, у Сои было ощущение, что его как-то использовали. Скорее всего. Но это всегда так, это неправильно. Перемен Требуют наши сердца Перемен Требуют наши глаза В нашем смехе и в наших слезах И в пульсации вен Перемен Мы ждём перемен В 90-е... А как я буду к нему относиться? Это совпало, это была моя молодость. Это был, конечно, такой азарт. А самое главное, появился выбор. Вот я считаю, что 90-е годы в этом смысле они очень символические. Потому что у людей появилась возможность выбирать и делать со своей жизнью то, что они хотят. Уродливо, Жёстко, с потерями, с большими. Но вот я сравниваю по моему курсу. Люди многие уехали в 90-х. Они там работают врачами. А те, кто остались, не работают врачами. Те, кто остались, они пошли в нефтяной бизнес, в банк. Вообще, есть даже статистика, что люди с медицинским образованием очень успешны дальше в бизнесе. И многих уже нет моих сокурсников, которые остались здесь. Они как-то надорвались, погибли. Ещё что-то с ними происходило. Но, тем не менее, всё равно это... Да, время было дикое. Было миллион ошибок. Но это время такого подростковой глупости. Потому что было уничтожено так много того, чего не надо было уничтожать. Никто ничего не знал. Никто не понимал ни этих запахов. Никто не знал, как обращаться с деньгами. Как быть. Вообще, как распоряжаться ими. Всё это было абсолютное нашествие варваров. 90-е годы – это абсолютное нашествие варваров наше. Внутреннее нашествие варваров. При этом «Чёрная роза» гораздо более, с вашей точки зрения, честный фильм. Да. И больше про время. Да. Мне очень нравятся «Чёрные розы». И она для меня чудесная. Одна из любимых моих картин. Вот, которые были у меня. Произвол, пирог, диктатура. Чили, чили. Ой, я им песни пою, они мне пальцы рубят. Ой, нет. А ещё как они? Спасатель? Спасатель люблю. Москву люблю. Ну, с Карениной не будем говорить. Её нельзя любить, потому что меня контузило с этой Карениной. Почему? Долгострой, возраст, который все так, так сказать… Ну, понятно, люди любят о чём-то поговорить. Что вас ругали, что вы… Ругали. Старше, чем Анна Каренина? Ну, ругали, не ругали. Я даже не знаю, люди не то, чтобы ругают. Но они… Самое трудное в этой истории – это то, что ты должен соответствовать чужим ожиданиям. Потому что все знают, какая должна быть Каренина. И все знают, каким должен быть Вронский и Каренин. Во всяком случае, для меня это ценно вот такими вещами. Это Олег Иванович Ченковский. Потому что это выдающаяся роль. И стоило рядом с ним её, так сказать, сыграть и прожить. Абдулов, который Стива. Стива Абдулов. И, конечно, Соловьёв, который, так сказать, оказался худой. То есть у него художник победил в нём человека. Потому что любой человек мог бы за это время уже всё – сойти с ума, сойти с дистанции, не выдержать этого ничего. А вот в нём это действительно невероятно. Сколько лет он это пытался сделать. И он мне очень многое объяснил про себя. То я уже знала этого человека, мне кажется, от адая. Но здесь я многое для себя вдруг в нём открыла. И то, как он сделал этот треугольник таким равнобедренным, равносторонним. Вы верны из отпуска? Надеюсь, иметь честь быть у вас. Очень рад. По понедельникам мы принимаем. Каренин, Воронский, Анна. Что нет вот этой мелодрамы костюмной, которую все хотят видеть. И в основном их сколько? 30? Может, я ошибаюсь, по-моему, 30 экранизаций. Экранизация. Они всё равно все костюмные мелодрамы. Всё равно выходит этот вот треугольник. И вот Анна, и Воронский, и Страсти, и Мордасти. А он сделал трагедию рок. И у него это получилось. Мне очень удивила линия Китти и Левина. Гармаш, который Левин. Это само по себе довольно удивительно. Мне кажется, это удачно. Это очень удачно. Это очень удачно. И очень неожиданно. Да, но тем не менее, меня удивляло, что по стилистике, вот я вдруг смотрю и понимаю, что там, где возникает Левин, Китти, Аниканова Маша и Серёжа Гармаш, то они какое-то театральное ощущение от кадра. Я звоню Соловьёва и говорю, Серёжа, а почему вот так всё это как-то странно? Я говорю, ну как, ну потому что это кукольная же жизнь. Это же кукольные люди. Это кукольная как у Толстого. Я никогда этого не представляла себе. Я никогда не переставал любить вас. То есть как бы Китин и Леви – это то, как всем бы нам хотелось. А вот Анна Бронская, то есть как есть на самом деле. Ваша дочь говорит о том, что и после развода вы с Соловьёвым продолжаете любить друг друга. Это правда? Я вот слово как-то вот не… Вы слово «любовь» не любите, я смотрю. Да. Вот так вот в разговоре не люблю. Слово «люблю», но не люблю. Может так, есть люблю, а так нет. Ну да, мы как-то связаны. У нас действительно это работа, и я рядом с ним стала профессионалом, не учась нигде. Ну вообще, когда работаешь с профессионалами, становишься им. Самое главное, что почему мы всю жизнь вместе, и Аня так говорит, не знаю, ну самый главный талант, и этому таланту он научил меня, в общем, друг другу не мешать жить. Мне кажется, это вот то, на чём может держаться очень долгие настоящие отношения, когда люди друг другу не мешают жизни. Да как? Одна жизнь не идёт за счёт другой жизни. Вот так. Самое главное, вот мне говорят, вы там его муза. Ну какая может быть муза у художника? Художника-муза – это он сам себе всю жизнь. У него не может быть никакой музы, кроме него самого. Да, но как сохранить человеческие отношения, если мы не будем употреблять слово на букву «Л» после развода? Ну, во-первых, мы их не разрушали. Это очень важно – их не разрушать. Потом, конечно, это любовь, уважение и принятие человека. Потом огромная ответственность, ну, к слову, я так не люблю эту всю ответственность и приветственность. Ну вот, когда есть дети. Мать и дети же, как по пелаку Джаву, что с рождением ребёнка кончается право на выбор. И поэтому это же такая простая вещь. Конечно, всем хочется жить. Конечно, всем хочется жить наряднее, красивее, легче, комфортнее. Я всё это понимаю. И человеку свойственно, так сказать, стремиться туда, где, так сказать, как рыбе, где глубже, у человека, где лучше. Но без самоограничений тех, которые человек сам себе ставит, как осознанная несвобода по-толстовски, ну, не получается ничего. Всем же нам хотелось в какой-то момент скорбиться, сколоться, забыться, позволить себе эту роскошь. Много испытаний у человека за жизнь проходит. И тестирует себя, и тестирует, и тестирует. Где-то он говорит, вот здесь всё, здесь я не могу. Вот здесь стоп, потому что есть ещё это, это, это. Было такое вот дно в вашей жизни, когда вы думали, что вы не выберетесь обратно на ровную поверхность, когда казалось, что всё, как бы, самое лучшее прошло, что ничего хорошего уже не будет? Слава богу, нет. У меня только однажды, когда я пыталась научиться плавать и дайвинг, могу и погружаться вот в воду. И, ну, я робко, значит, среди рифов, где красивые рыбки, маски, а вот и плыла. Вот это вот то, о чем вы меня спрашиваете. Это плыла, и я... Видимо, это очень здорово, что у меня это произошло. И я куда-то отплыла от этого рифа далеко. И вдруг я увидела и поняла, что такое слово «бездна». Я увидела вот бездну океаническую. То есть вот эта темнота, вот куда ты можешь уйти. И это на меня... У меня, естественно, это выразилось там в дыхании, в паническом, в учащенном. Всё, я обвернулась. Но вот это состояние, оно у меня осталось, очень запечатлелось, фотографировалось. Я не знаю, как это объяснить и приложить к жизни, но я понимаю, что это бездна может быть. И когда ты понимаешь, вот как Анна Каренина, вот край жизни, к которому она пришла, и она знала, что она к нему идёт. Но это был её, в общем, сознательный выбор. Это потому что она человек не двойных и тройных стандартов. То есть она сама себя прокурор была. Возвращаясь к жизни, к краю жизни, к бездне, у меня были моменты жизни, когда мне казалось, что у меня уже дальше нет сил продолжать жить. И когда стоит такой перед тобой серьёзный, так сказать, выбор этого, ну, раз это не случилось, и я живу, то значит, это не край, значит, это не бездна, значит, это преодоление. Вы сильны? Ну, хотелось бы. Теперь традиционно пару слов о нашем конкурсе. Мы, читая с большим интересом ваши варианты вопросов, скоро выберем и назовём победителей. Пока ещё раз условия. Автору лучшего вопроса, который я должна была бы задать, но не задала Татьяне Друбич, вопрос нужно оставлять в комментариях, наши друзья из Storytel подарят годовую подписку. Пишите, скоро подведём итоги. Вы бы сколько лет хотели прожить? Ну, как прожить? Я бы хотела прожить столько лет, сколько проживу, но без болезни. Очень не хочется болеть. Получаю. А вот этот страх болезни, он появился уже после того, как вы пришли в хоспис, в фонд Вера? Ну, вот это, во-первых, это страх... Очень интересно, потому что, на самом деле, это не совсем даже страх болезни, как страх... Не то, что в страх боли, хотя боли не хочется, конечно, это нормально, а страх обременения другого человека. Это очень такая женская история, потому что я помню, когда к нам пришёл Сёмин... Это Саша Сёмин, который занимается пиаром фонда Вера. Он уже не занимается, по-моему, он пришёл, он собрал всех сотрудников, девчонок в хосписах, и от фонда я пришла. И у него какие-то были идеи, как вот эту всю тему смерти, во что её завернуть, чтобы её как-то, так сказать, подавать, внедрять, продавать, если нужно. Потом он говорит, а вот скажите, как вы бы все хотели умереть? Вот я поразилась опросу. Женщины рассказывали, все сидели, как они хотели бы у чьей жизни закончить. А вы что ответили? Ну, я, естественно, пошутила про красоту, конечно, это красивое, про красоту. А я хочу, чтобы моя смерть была нарядная женщина с бокалом шампанского. И пусть она говорит только всё по делу. И не морочит мне голову. Ладно? Да. Ну вот, я пошутила, я обратила внимание, что все женщины, все хотят никого не обременять, ни чтобы дети с ними не занимались. Все хотят куда-то отползти, хорошо выглядеть, чтобы быть красивым, где-нибудь под кустом. И красиво умеете. Все хотят. Практически уснуть. Практически уснуть хотят. А принято считать, что красивые женщины, актрисы для благотворительных фондов это как вывеска, да? То есть вот мы вешаем себе Уму Турман на вход. И сразу все понесли деньги. И все понесли деньги, да. А Ума Турман на самом деле продолжает сниматься в кино. Вот каковы ваши функции в фонде Вера, в фонде помощи хосписам Вера? Про красивых женщин в фонду это очень хорошо. Потому что это работает. Во-первых, я рада, что у меня это есть. И я... А я вообще не социально активный человек. И не верила ни в какие благотворительные организации. Я всегда думала, что это занятие для скучающих жен, богатых людей. Для того, чтобы они себе поставили галочку, что вот они сделали доброе дело и поехали дальше там, так сказать, в Куршавель. Не понимала ни этих людей, ни то, чем они занимаются, ни то, как это может вообще состояться и как это работает тогда. Но мне повезло в жизни очень. Я встретила Веру Васильевну Миллионщику, Нюту. Они, конечно, были безумные в моих глазах абсолютно. Я считала, что это какие-то такие сумасшедшие, городские сумасшедшие люди, Вера и Нюта. Так, куклы, но по-хорошему. Какие по-хорошему безумцы. Интересно. Ну, а когда я пришла в хоспис и увидела, как это может быть за этой оградой, вообще никак. Это невозможно превысить, что это находится в России и в Москве. У меня было ощущение, что я попала в европейскую, в какую-то богатейшую страну, где вот такая вот роскошь и рай. в буквальном... А это начало двухтысячных. Это 2006 год. Когда я вдруг увидела, что можно сделать дело вообще не согласуя ни с какими там учреждениями, с анпинами, по своему человеческому закону, как сделала Вера. Когда по коридору тебя встречают в хосписе, куда я понимала, что я сейчас приду, а там стоны, мрак, кровь, грязь, ужас, а тут у тебя цветы цветут, улыбки, джаз играют. У меня было ощущение, что я пришла в клуб джазовый. Прямо буквально. Не могла в это поверить. А попросил меня прийти Давид Саркисян, который был директором музея архитектуры. И когда мы с Верой познакомились, она мне сказала, вы нам подходите вот это ее вот это вот жесты? Он, ладно, вы нам подходите. Я вообще обалдела. Я думаю, что я и подхожу. Вообще я не очень собираюсь на самом деле. И так вот она меня зацепила. Это абсолютный стрелочник в жизни моей. Она перевела просто вот эти рельсы, стрелки. И дальше вот я не представляла, что это может быть таким серьезным большим делом. Не представляла, какие умницы и умники эти люди скучающие, как бы скучающие в маленьких черных платьях с шампанским, с хорошим. Оказалось, что они-то понимают вообще на самом деле, как это должно быть, как это должно существовать на самом деле. Это вы про благотворительницы? Я про благотворительницы благотворительницы. Я потом поняла, что побольше бы таких людей. Это же все начало. Это все недоверие, это все непонимание, как и что. И абсолютно интуитивно. Я думаю, что Нюта понимала, Нюта знала тогда. Может быть. Потому что я не представляла себе, в какой, в как масштабируется эта история. Вот ваша сфера деятельности в фонде, что вы, вы погружаетесь в работу, вы погружаетесь в финансы, вы знаете... Ну, как бы формально моя позиция, так же, как у Инги Борги, мы сопредсоседатели попечительского совета. То есть наша функция наблюдательная. Но она формально наблюдательная. Конечно, везде, где можно участвовать, принимать участие в фондрайзинге, конечно, я делаю, как могу. Вы читаете отчеты фонда? Обязательно. Обязательно читаю отчеты фонда. Обязательно, как расходуются средства, как они распределяются, как они внутри перераспределяются. Спорю. Могу сказать, что нет, я недовольна. Это не так. А давайте мы так. А давайте вот сделаем по-другому. У нас программы распределены между нами. Я отвечаю за образование. И горжусь, потому что она самая лучшая программа во всех программах нашего фонда. Я могу точно сказать. Еще есть, конечно, выдающийся вот этот пропалиатив, портал, который сделали. Но все равно образование впереди планеты всей. Вас очень необычно папу звали, Люсьен. Почему такое имя? Ну, это не с Францией связано. А с революцией? Нет, у меня уже отец еще рано умер. это очень рано. Вам было, по-моему, 17 лет мне было. И, конечно, жизни до и после этого другая уже началась. Но почему вызывали Люсьену? У меня у него родственники, по-моему, где-то с Балкан. Мне очень нравится это отчество. Оно как-то все сразу и вот эту банальную Татьяну убирает. И, в общем, вот у меня такая Татьяна Люсьена. Опыт этой потери вот юношеской каким-то образом повлиял на то, что вы стали работать с фондом помощи хосписом Вера? Нет. Тогда это было совсем по-другому. У меня принято, понято. Нет. Фонд Вера для меня это Вера Миллионщиков. Если бы не было Вера Миллионщиков, я бы не стала заниматься ни благотворительностью, ни тем более такой сложной благотворительностью, как помощь хосписам. Но все равно я это не идеализм. Я достаточно уже взрослый реальный человек. Ну, действительно, что имеет смысл в жизни заниматься этим делом? Не только мне. Это нормально на уровне человек к человеку. А вы сегодняшняя смогли бы научить себя тогдашнюю тому, как принимать потери? Теоретически, да, практически, мне кажется. Это нельзя научить. Нельзя. Я могу раз... Я уже научилась говорить с родственниками. Я уже нормально реагирую, когда мне звонят и говорят, спасибо, вот мама умерла. Я первый раз, это у меня была просто травма. Мне позвонила моя подруга, у нее ушла мама в хосписи. Она говорит, Таня, спасибо. Она была... Я думаю, чему? Спасибо. Я уже много этого знаю, но у меня, во-первых, все равно во мне работает еще не совсем профессионал. Я не стану профессионалом до конца. Не смогу. Я и с Нютой не согласна про правду говорить. Я не согласна про то, что людям нужно говорить о том, сколько им осталось. Кому-то нужно, кому-то нет. Не всякий человек готов к правду. Я не представляю, если я скажу это своей маме. Мне кажется, она умрет раньше времени, если она узнает, что у нее уже считанные дни рак. Не уверена. У меня нет ответа на этот вопрос. Я для себя решила, что я не знаю, идеально стремиться к тому, чтобы говорить правду и никому не делать больно. Вот это, наверное, то, к чему хотелось бы прийти, но не получается. В лучшем случае промолчать. Вы папина дочка или мамина? Я уже так давно не папина дочка, к сожалению. Мне повезло с родителями очень. Это всем, мне кажется, это главное везение в жизни, когда тебе везет и с папой, и с мамой. Длительство, сколько времени прошло, а видно, что вы скучаете. я скучаю по тому действительно абсолютному, абсолютному, безусловному счастью, которое мне довелось испытать с отцом. Даже не он, а вот то ощущение моё, детское, и радости, защищённости, и абсолютного принятия тебя. Мне кажется, это главное, что нужно дать детям, абсолютно принимать. Я иногда вот люблю спросить, а вот что нужно всем людям, вот всем? Ну, у неё деньги же, не знаю, начинают говорить, вот здоровье, а зачем оно здорово? Вот деньги, а зачем ребёнку деньги? Человеку нужно только, чтобы его принимали и любили. Ну, любили, даже это сильно сказано, просто принимали. Вот это нужно всем. Особенно это видишь, когда человек вот страдает и в конце жизни уходит. Принятие. Из трёх ваших ипостасей актриса, бизнесмен и сопредставитель Попередского совета фонда «Вера». Какая сейчас для вас главная? Последняя. Вера? Ну, потому что фонд мне больше, чем я ему. Фонд даёт мне больше, чем я ему. А это соотношение я хочу всё время исправить. То есть вы хотите, чтобы фонд вами больше пользовался? Да. Чтобы я больше могла ему дать. Потому что за этим будущее, эволюция людей за этим, за благотворительностью. Но благотворители, возвращаясь к Ум и Турман, у Ум и Турман свои соображения. У красивых женщин, которые лица фонда, у них тоже свои соображения. Они могут быть самые разные, они могут быть самые идеалистичные или прагматичные, но они есть. А вот у волонтёров нет. Вот это настоящие благотворители. Правда? Это люди без гениальной фразы. Когда приходишь куда-нибудь поговорить, первый вопрос, какой у вас бюджет, если ты хочешь что-то сделать. А какой у вас бюджет? Вот это вот, какой у вас бюджет? А у них нет бюджета, они не спрашивают про бюджет. Они просто делают и всё, тратят своё время, свои силы, свои чувства. Кстати, о бюджете. Наверняка очень многие думают, что работая в фонде, вы получаете за это деньги. Вы получаете зарплату? Нет, конечно. Как я получаю зарплату это? Нет. Я деньги должна приносить в фонд, а не отнести из фонда деньги. Нет. Даже если я снимаюсь к вопросу о заработке, я обязательно часто все заработки передаю в фонд. Перечисляю туда. Прошу, чтобы не мне перечислили, а фонд. Мне кажется, вот это как раз норма. Вот у меня есть фонд. А фонд занимается очень чувствительный, тонкий и сложный темой. Фонд сделал так, что о ней могут люди говорить. 17 лет назад, 2006 год, это сколько, 14 лет назад, об этом никто не говорили, и все отмахивались, отворачивались. Я этим занимаюсь. Я понимаю, что это мое личное движение сопротивления. Я делаю это вот так, как я могу, это искренне, и буду с этим, как бы нас не испытывало дальше, буду с этим уже до конца. Хочется бросить, хочется. Хочется? Ну, встаешь, выгораешь, иногда думаешь, господи ты, боже мой, ты же все время с этим связан, все время что-то умирает, кого-то надо помочь, кого-то надо устроить, кого-то госпитализировать, нужно проблемы с деньгами, естественно, сейчас у всех эти проблемы. Иногда думаешь, что все, как бы, ну, могут другие, может быть, подопрячься. И нет, ты понимаешь, что это твой кислород, это вот твоя личная болотная площадь. Вот ты туда идешь и вот таким образом сопротивляешься. Почему все благотворительные фонды это женщины? Потому что женщина, это свойственно. Женщина свойственна природой своей. Сопереживать, выхаживать, помогать. Это то, что прежде всего есть в женщине. То, что делает женщину женщину. А если бы вы выбрали, кем родиться, вы бы выбрали мужчину или женщину? Ой, я тебя умоляю. Я тебя прошу. Кать, слава богу, я не выбирала. Я бы с таким со своим талантом выбирать, я бы до сих пор не была бы ни мужчиной, ни женщиной. Вы верите, что в России могла бы быть президентом женщина? Конечно. И будет. Когда? Будет. Когда? Ой, вот с этими цифрами у нас очень сложно. Давайте не будем о больном. Когда будет у нас? Конечно. Я думаю, что это будет прекрасный вариант для России. И что это изменит? Потому что, если вернуться в историю, женщины принесли очень много полезного и великого в этой стране. в этой стране. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ